Симптомы, симптомы два, да, о дисбалансе в организме свидетельствуют два достаточно постоянных симптома. Причем один симптом мы понимаем, а другой мы, скажем так, ну не совсем или далеко не всегда учитываем. То есть какие два симптома? Первое – это боль, с этим все понятно, а второе – это утомляемость или хроническая усталость. Вот про хроническую усталость мы не очень реагируем, хотя хроническая усталость – это достаточно постоянный симптом, говорящий о начале дисбаланса в организме. Вы должны четко понять, что если человек говорит о том, что у него постоянная усталость или быстрая утомляемость, даже независимо от того, присутствует или не присутствует боль, что этот человек находится в разбалансированном состоянии. То есть где-то есть, почему если ничего нет, это не значит, что ничего нет, это значит, что мы плохо искали. И всегда есть проблема. Она просто таким образом проявляется. Если начинать искать, то мы найдем где-нибудь, мы найдем триггерную область, то есть область повышения напряжения. И дальше мы очень быстро найдем тот очаг, который на сегодняшний момент еще боли не выдает. Ну, я еще в Иерусалиме. Ну, возьму я, да, зайду. Хорошо, хорошо, я помню, я помню, я помню. Итак, значит, вот это вот симптом хронической усталости, очень не люблю я вот это условное сочетание, скорее всего, это утомляемость. Это показатель ситуации, которая говорит о дисбалансе. Еще раз хочу ваше внимание уточнить, вернее, ваше внимание привлечь к тому, что боль при этом может не присутствовать. Боль вы находите, и это очень важно, значит, причем вы находите боль, которая будет характеризоваться как чисто механическая. То есть, что значит механический фактор? Вот нашли триггерную область, нажали, тонус повысился, боль возникла, перестали нажимать, боль ушла. То есть, ее как бы нету, она в ответ на вашу реакцию идет. Значит, тем не менее, это показатель. Причем, очень, ну, понятно, да, что любая боль – это, как бы, знак равенства или составляющая стресса. То есть, боль вызывает стресс, стресс вызывает боль. Это вещи взаимосвязанные, и они не... Кстати, в связи с этим, у меня у нас был случай, 5-й год назад. Женщина страдала очень сильными мышечными болями, нигде, никто ничего не находил. Никак ничего было у многих профессоров, женщина была с возможностями. Очистки, гомеопатические чистки, которые дали, действительно убрали все. Так что это может быть действительно связано, потому что там есть и лимфатические чистки, когда все это связано. То есть, то, что очистили, пошло очищение. Тем самым, наверное, промежуток между вот этим пакетиком мышц, где находится мышца, и он, увидели, увеличился. Если есть мышечная боль, надо спросить, какие лекарства человек принимает. Там были очень сложные случаи. Намного чего нет. Потому что многие лекарства дают мышечную миопатию просто как естественные, побочные, ожидаемые. Лекарства она принимала от чего-то, она же... Ну, не важно. Почему? Например, выписывают статины, да? Их выписывают, кому не попасть, а от чего-то, ни от чего-то, надо не надо выписывать. Даже когда есть не только показания, а против показания, по показаниям, анализам. Нет, ну, в любом случае человек идет выписывать что-то, какую-то причину. Нет, он идет... Например, я знаю людей, которые выписывают, почему скажут, ну, вы уже в таком возрасте, вам надо. Мне тоже, кстати, пытались такую веку спеть. Я сказала, извините, до свидания. Мы подъезжаем вырубать какой-нибудь дюймак Q10, и идут мышечные боли. Я не знаю, что там вынижается, но факт тот, что, как бы, как правило, очень часто статины просто вот дают мышечную боль. Причем непонятно, почему это должно защищать сердце, ведь сердце же это тоже мышца, а мышечная миопатия, это вещь как бы системная. Ну, да. Значит, и, наверное, последнее, чтобы вас не выгружать уже сегодня, не забивать окончательно, значит, мы разберем следующий момент, это, скажем так, дисфункция или нарушение каждой составляющей из триада. Значит, что может происходить и что вызывается, в чем патология того или иного уровня. Итак, мышечная составляющая, прежде всего, это локальные мышечные синдромы, то есть гипертония, гипертония. Ну, как бы где-то, может быть, мы подведем итоги того, что говорили, но, как бы так, сфокусируем. Вот, миофасциальный синдром или триггерные области. Дальше, это следующая дисфункция мышечной. Это любые патологические изменения позвоночника. То есть это может быть как заболевание, связанное с регенеративными процессами в позвоночнике, так и какие-то функциональные нарушения, типа нарушения осанки и так далее. Электроматические. Электроматические, да. Вот, следующий момент, нарушение фиксации костей таза и копчика. Тоже достаточно сильно меняет, причем, поскольку тазовые кости, вернее, вот их функциональные нарушения резко меняют тонус не только тазовой диафрагмы, но и опосредованно тазовых органов. То есть мы там получаем целую группу проблем, включая и почки, и половые органы, и кишечник, да, и так далее. Особенно там нижний край, тонкого и тонкого кишечника, и как соответствие целую цепочку. Вот. Дальше фиксация суставов. Тоже, поскольку мы с вами помним, что практически в состав каждого сустава входит та или иная группа мышц, соответственно, они не могут не реагировать. И так называемые краниальные дисфункции, то есть дисфункции, которыми, собственно говоря, занимаются краниальные кинезиологи, это нарушение внутричерепного давления РАС, это изменение движения в швах черепа, то есть для Майя уточняю. Соединение, слава выскакивала тоже отговорений, соединение швов черепа, оно подвижное. Да, вот, определенные колебания, вот нарушение, скажем, стеноз этих, в районе этих швов, он вызывает дисфункцию. Ну и сюда же входит нарушение, ну это может быть и сустав, и череп, и там, и там. Это нижнечелюстной сустав. То есть там тоже изменения, которые... Вот. Ну и еще к мышечным дисфункциям относятся нарушения связочного аппарата органов и систем, внутренних органов и систем, потому что туда относится и тонус капсул различных органов, например. Как это называется все? Как вы эту группу назвали? Это мышечная дисфункция. Связочный аппарат, вы сказали? Нет, это вот связочный аппарат, это последний. А вся группа... Нет, 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 я спрашиваю про последнюю. А про последнюю, это связочный аппарат внутренних органов. То есть это вот эти капсулы, в которых находятся ряд органов, например, капсула печени, капсула почек, перекат сердца, да, внешняя оболочка. То есть вот они, у них определенный тонус. Ну и сюда мы относим диафрагму. Раз, и сюда мы относим клапаны. То есть клапаны и сфинктеры. Да, сфинктеры желудочно-кишечного тракта, клапаны кишечного, или отсыкания, например, клапаны, сужение пищевода с их отверстий, и клапаны сердца. То есть все вот это, это, как бы, соответственно, тонус. При изменении этого тонуса мы видим ситуацию. Значит, дальше. Следующая группа. Это симптомы, ну, скажем так, биохимической составляющей. Или вторая триада. Это вот триада внутреннего дисбаланса. Это дисфункции желез внутренней секреции. То есть нарушение гормонального фона. Обязательно не может быть. Дальше. Нарушение обмена нейромедиаторов. Сейчас я объясню, что такое нейромедиаторы. Белки, которые передают сигналы. Вот одно из следствий нарушения нейромедиаторов – это болезнь Эльцгеймера. И болезнь Паркинсона. То есть, скажем, если мы… Ну, при Паркинсоне все просто, потому что воздействовать на болезнь Паркинсона реально, реально мы можем и есть, как бы, уже и опыт результата. А вот на болезни Эльцгеймера сложнее. Но здесь все зависит от сроков. Если нам удается отстать, если удается, как бы, вот, поймать это на ранних этапах, то можно идти. Следующее заболевание, вот, по поводу нейромедиаторов, это рассеянный склероз. Тоже очень удачно работает с рассеянным склерозом. В принципе, вот, в том числе, это медиалоги. Следующий пункт, вот, химической составляющей – это нарушение обмена веществ. То есть, процессы, связанные с обменом жиров и так далее. Это может быть и какие-то белковые, белковая недостаточность, и нарушение процессов жирообразования, то есть, каких-то увеличений веса и так далее, и так далее. Значит, и последнее – это нарушение процессов обмена веществ в клетках. То есть, чаще всего это нарушение калиево-натриевого насоса, при котором клетка либо сохнет, либо лопается. То есть, вот эти вот изменения, они ведут к достаточно тяжелой патологии. Дальше. И третья группа – это дисфункция психической или психогенной составляющей, как удобнее назовите. Значит, первое – это состояние эмоционального возбуждения или депрессии. И то, и то плохо. Да. С внутри. И так далее. Я дугую.